В Лингвистическом университете Минска, между тем, увольняют преподавателей, которые поддерживают протесты. Один из этих преподавателей Наталья Дулина, доцент кафедры итальянского языка МГЛУ. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что у вас произошло в МГЛУ? Каким образом вас уволили или вы сами уволились? И вообще, как выглядит сейчас обстановка в университете? В нашем университете есть часть преподавателей и часть студентов, которые изначально, скажем так, с 1 сентября, когда мы все вышли на работу и на занятия, вот эта вот часть преподавателей и студентов являются, так сказать, протестными те студенты и преподаватели, которые выражают свой мирный протест против того, что происходит в стране. И буквально вот с понедельника у нас проходит общенациональная забастовка, в которой участвует вся страна, в ней участвуют заводы, государственные и частные предприятия, государственные учреждения, в том числе наши вузы, все наши университеты. В понедельник у нас был общий студенческий марш, мы выходили на улицы. И затем, в последующие дни, для того, чтобы выразить свою солидарность и продемонстрировать участие в забастовке, мы провели ряд акций. Ну, например, во вторник мы прошлись по аудиториям, и спросив разрешения у преподавателей, буквально в нескольких минутах студентам и преподавателю разъяснили ситуацию, которая происходит у нас в стране, те требования, которые мы просим, требования, которые мы выразили в своей забастовке, основные требования, и мы призвали, пригласили студентов и преподавателей тоже присоединиться к нам. Ну и кроме этого, у нас были также общие собрания, дискуссии и рассуждения о том, что происходит у нас в стране, и каковы наши планы на будущее, как мы, как студенты и преподаватели, как мы можем участвовать в этом движении, и что мы можем сделать, чем мы можем помочь. Скажите, пожалуйста, а много ли людей вообще, в принципе, поддержало протесты, например, в вашем университете? Из преподавателей, я имею в виду. Да-да. Ну, наверное, если брать во внимание какое-то общее количество преподавателей и студентов, их у нас много, но у нас много разных структур, поэтому, наверное, тех преподавателей, которые непосредственно работают с нашими белорусскими студентами, гораздо меньше, но поддержало несколько десятков преподавателей. Я хочу сказать одну вещь. Понимаете, поддержка движения, забастовочного, протестного движения имеет несколько уровней. Для примера я скажу, что поскольку у нас 1 сентября был студенческий марш, это был день знаний, так сказать, у нас первый день занятий, и в связи с этим в стране произошел студенческий марш, где участвовали студенты и преподаватели. У нас были задержания, а также 4 сентября в здание университета ворвался ОМОН, ворвались ОМОНовцы, и задержали несколько студентов достаточно жестко, в характерной для них манере. И это, конечно, переполнило тяжелое терпение даже у тех преподавателей, которые активно с самого начала не высказывали свою позицию, а были в рядах сочувствующих. Мы выпустили буквально через несколько дней после этого видеообращение, в котором мы обратились с требованием прекратить насилие и выразили поддержку нашим студентам, которые прежде всего пострадали. Наталья, я вас прерываю, но вы уже тогда понимали, что вас могут уволить? В общем, теоретически, да, конечно. Мы, когда, я просто хочу сказать о том, чтобы было понятно, сколько у нас человек в этом участвует. Понимаете, мы, когда выпустили видеообращение, нас было чуть больше 20 человек, но когда преподаватели увидели это видеообращение, они очень захотели присоединиться к нему и хотя бы поставить свои подписи. И вышел обновленный вариант, который занимал 8 минут времени. И из этих 8 минут, 6 минут – это титры с именами и должностями преподавателей, которые присоединились к этому обращению. То есть, если мы говорим о том, какое количество преподавателей выражает свой протест, то есть, да, мягко, но тем не менее, эти люди не побоялись поставить свои, скажем так, подписи, обозначить свои фамилии, должности. А они теперь не боятся увольнения? Многие сейчас потеряли работу вообще в контексте этих решений. Да-да, у нас, наверное, есть все-таки какое-то количество, низко десятков преподавателей. Может быть, я даже думаю, что это примерно число, может быть, около 50 преподавателей, которые постоянно участвуют в этих акциях и открыто и очень активно выступают в поддержку протестного движения. Есть часть преподавателей, которые сочувствуют и которые тоже принимают участие в воскресных маршах. Они проводятся у нас каждое воскресенье. Но в стенах университета, видимо, не находят в себе сил для того, чтобы открыто действовать. Значит, произошло по поводу, поскольку уже начинаются отчисления и увольнения, некоторое время тому назад был выпущен приказ, который запрещал нам собираться на крылечки, как мы это делали, и мы собирались, пели песни и стояли с плакатами. Особенно это было... Вы знаете, у меня, к сожалению, совсем уже нет времени. Вот очень прямо в одном слове. Много людей уволили сейчас или нет? Вы знаете, мне самой об увольнении было сказано где-то, наверное, час назад. Мне позвонили и сказали, что я должна зайти в отдел кадров для того, чтобы подписать, поставить подпись в приказе и забрать трудовую книжку. И насколько я знаю, в это же время мы связались с преподавателями. Порядка десятка преподавателей получили приглашения, скажем так, в отдел кадров. Спасибо большое. До этого у нас была одна преподаватель. Это была Наталья Дулина, доцент кафедры итальянского языка МГЛУ, которая уволена за участие в протестных акциях. И вот, как она говорит, еще примерно 10 человек получили такого же рода приглашения в отдел кадров. Собственно, решение Лукашенко в жизнь применяют. Редактор субтитров А.Семкин